Глядачи, вы стоимо поширюйте, коментуйте, лайкайте, мысила, что может привести к серьезному политическому кризису в РФ. Если кто-то полагает, что от запрета шенгенских виз для россиян будет быстрый и прямой эффект, например, возникновение бунта среднего российского класса против путинской власти, то с высокой вероятностью этого не произойдет. И вот почему пыша политолог ФСНКу, залышим омовую оригиналу. Загранпаспорта есть только у третий россиян, в Европу путешествуют еще меньше, это, как правило, средний класс российского общества. Но в нем около половины это представители коррумпированной российской бюрократии. Это не те люди, которые совершают бунты, другая половина бизнес, креативный класс. В нем есть люди как с оппозиционными взглядами, так и сторонники Путина, а есть и просто молчаливое большинство. Последних некоторые жестко называют терпелами, и эти люди тоже в бунтах и даже в обычных протестах не участвуют. Российская оппозиция сейчас разрушена и раздавлена, значительная и активная ее часть эмигрировала, а оставшиеся под рисками репрессии, а самых активных уже посадили. Чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в РФ. Запрет шенгенских виз для россиян никак не отразится. На провоцировании такого кризиса по историческому опыту политический кризис в России может повлечь за собой сочетание нескольких факторов. Социальный экономический кризис, военное поражение России, внутреннее ослабление российской власти в разных формах и в силу разных причин. Что касается визового вопроса, то на ослабление России может повлиять как раз не запрет для россиян на выезд из их страны, а наоборот стимулирование миграции специалистов, айтишников, инженеров и т.п. Это будет относительное, но все же послабление, и скорее всего при таких условиях Путин или его режим сами закроют страну на выезд. И подобные планы в России уже обсуждаются, следовательно, еще большой вопрос, на кого больше сработает запрет шенгенских виз для россиян. Чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в РФ. Но будет ли полный запрет на шенгенские визы для россиян? Уже известно, что нет, по разным причинам, но в основном потому, что эффект такого тотального запрета на Западе считается сомнительным и неоднозначным. Что нужно и что могут поддержать и в ЕС, и на Западе, так это введение строгих визовых ограничений для россиян. В частности, стоило бы отказаться от упрощенного режима выдачи виз для россиян, а также от туристических виз для россиян. В нынешних условиях, агрессивная война России против Украины, такой упрощенный режим выглядит несправедливо и политически неуместно. Во-вторых, необходим запрет на въезд в ЕС представителей российской бюрократии, как людей управленческих, обеспечивающих эту войну. В-третьих, необходима проверка перед выдачей визы. Поддерживает ли человек, желающий приехать в ЕС, войну РФ против Украины? Если поддерживает, такой человек должен попасть в черный список тех, кому запрещен въезд в Евросоюз. То есть, такие ограничения должны быть наказанием за агрессивную войну России против Украины и ее поддержку конкретными россиянами. Для стран Балтии, а возможно и для некоторых других стран, целесообразным является полный запрет на въезд россиян. Это будет не просто уместный, а неотложный способ защиты национальной безопасности. Напомню, что в 2014 году сепаратистские мятежи в Украине происходили при активном и достаточно массовом участии российских туристов. Показательно, что близкий к Кремлю телеграм-канал Незыгарь уже анонсировал акции сопротивления русскоязычных граждан Латвии после того, как Латвия объявила Россию страной спонсором терроризма. Это тот самый Незыгарь, который еще в июне анонсировал обстрелы Еленовки. Так что такие анонсы нужно воспринимать всерьез, и именно поэтому странам Балтии нужно подстраховаться от взрывного русского туризма. Поэтому, по моему мнению, требуется не тотальный запрет шенгенских виз для россиян, а строгие и целевые визовые ограничения для граждан РФ. Это будет и более логично, и более эффективно. До зустричи! Глядачи, вы стоимо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы ссыло! Продолжение следует...